Приветствую! В сети появилась информация о том, что теперь повестки можно вручать родственникам. И мол, повестка, врученная жене, родителям, детям, имеет точно такое же значение, как и повестка, врученная непосредственно военно обязанному под его подпись. Вот в этом видео мы и разберемся, так ли это на самом деле, каким нормативно-правовым актом это предусмотрено и какие последствия будут за неявку по повестке, которая была вручена родственникам. Итак, как мы с вами знаем, основными нормативно-правовыми актами, которые регулируют вопросы выдачи повесток, является закон ОВО и ВС, закон о воинской обязанности и воинской службе, закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и, конечно же, постановление Кабинета министров, номер 1487. Друзья, про Конституцию я, безусловно, не забыл, просто Конституция вопрос выдачи повесток не затрагивает. Так вот, в этих нормативно-правовых актах говорится ли о том, что повестку можно вручить родственникам? Нет. Нет. И еще раз нет. Ни в одном из этих, либо каких-то других нормативно-правовых актов нет статьи, которая бы устанавливала такое правило, что повестку о призыве в армию можно вручать родственникам. Нигде такой статьи нет. Нигде нет статьи, с другой стороны, и запрещающей это. То есть, теоретически, в принципе, ну и фактически, да, повестка может быть вручена родственникам военнообязанного. Конечно же, мы с вами здесь должны вспомнить статью 19 Конституции Украины, в соответствии с которым государства, должностные лица этого государства должны действовать в четком соответствии с законом и способом, который предусмотрен этим законом. Соответственно, если законом не предусмотрен такой порядок вручения повестки, как вручение ее родственникам, то передавать повестку родственникам вы, в принципе, и не уполномочены. Что будет, если, например, вашей жене вручили повестку, да, для вас, то есть через вашу жену передали вам повестку. Жена забыла, ну моделируем ситуацию, вас не было дома, вы были на работе или ходили в магазин, жена доброй души человек открыла дверь, взяла повестку и забыла, и не сказала вам о том, что она расписалась за получение этой повестки. Что будет далее? Ну предположим, моделируем же ситуацию, да, что ТЦК и ТСП, тот, который бывший военкомат, выписывает штраф и привлекает вас таким образом к административной ответственности. В дальнейшем вы, узнав о том, что вам выписали этот штраф, конечно же, захотите его обжаловать. Абсолютно естественное желание. И вот вы идете в суд, ну а точнее говоря, вы не пойдете в суд. За вас в суд пойдет адвокат, а возможно и адвокат даже не пойдет в суд, потому что сейчас есть у нас такая система, как электронный суд, ВКЗ и соответственно в формате вот этого видеоконференцсвязи будет проводиться судебное заседание. И конечно же, конечно же, ваш адвокат, он обязательно вызовет в суд вашу супругу. И поинтересуется, скажет, а расскажи, пожалуйста, дорогая, как же так получилось, что тебе повестку дали, ты за нее расписалась, вон же в материалах дела даже твоя подпись стоит, а ты своему супругу об этом не сказала. А жена говорит такая, что мол, да, приходили, повесточку дали, но мне тут позвонила подружка, говорит, заходи ко мне, винишко выпьем. Ну и я сразу пошла, повесточку положила в карман и пошла к подружке. Ну мы там выпили винишко, пошли гулять, туда-сюда, еще винишко выпили, ну и видимо где-то я ту повестку и потеряла. И конечно же, мы так хорошо гуляли, что я и забыла про ту повестку. И что будет за это ей? А ничего. Потому что ни в одном законе нет обязанности у вашей супруги, у ваших родителей, детей совершеннолетних принять повестку и сообщить о том, что они приняли эту повестку вам. Соответственно, супругу мы привлечь к ответственности не можем, потому что она ничего не нарушила, она же никакую свою обязанность перед государством не нарушила. А вас можем ли мы привлечь к ответственности? Ну конечно же нет. Потому что обязательным элементом состава правонарушения административного должна быть вина человека. А чтобы вина была, человек должен был знать о том, что военкомат его вызывает. Вы, как законопослушный гражданин, конечно же пошли в военкомат, если бы вы знали о том, что они вас вызывают. Но жена, ух ты, какая нехорошая женщина, как же ж ты могла мне не сказать? Ну не сказала она вам, ну забыла она об этом. И вы не знали о том, что ТЦК и СП вас вызывают. И конечно же, когда ТЦК и СП будет вас вызывать повесткой, конечно же вы пойдете. Но вы сейчас не могли пойти, потому что повестку не получали, а жена, ух какая, не сказала вам об этом. И все. Вины вашей нет. А раз вины нет, то и привлечения к административной ответственности быть соответственно не может. И в этой ситуации приходим к такому выходу, что ни жена не понесет никакой ответственности, ни родители, да, дети, ну в зависимости от того, кто возьмет повестку. Ни вы не можете понести никакой ответственности. И если такой штраф вдруг ТЦК и СП выпишет вам, то безусловно в суде вы легко его отобьете. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка есть в описании к этому видео. Там есть полезная информация и очень интересное обсуждение многих новостей происходит. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.